Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это запись для библейского портала экзегет.ру. Сегодня мы читаем третью главу книги пророка Амоса. С третьей главы по шестую включительно развивается тема, заявленная в конце второй главы – суд над Израилем. Начинается третья глава так. «Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря, только вас призвал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. Кому много дано, с того много и спросится». Господь не спрашивает с языческих народов за неисполнение закона или за идолопоклонство. Они не давали обязательств хранить Божий закон, они этого закона не получали. Спрашивается с иудеев и спрашивается с израильтян. Закон Божий – это не только отношение человека с Богом. Закон Божий – это отношение людей между собой. Они тоже регламентируются, регулируются божественным законом. И вот здесь за беззаконие, за социальную несправедливость, которую чинят израильтяне в отношении друг друга, а точнее богатые власть, придержащие в отношении бедных и неимущих, за коррумпированность правосудия, за все эти беззакония, которые регулируются, которые, точнее, обличаются заповедями второй скрижали божественного диколога, вот за все это будет взысканно, за все эти беззакония Господь взыщет с израильтян. Здесь говорится, что израильтяне были выведены Господом из земли египетской. И был им дан закон после того, как они оттуда были Господом выведены рукой Моисея. И этот закон они получили, но не сохранили. Стали относиться к друг другу так, как закон запрещает относиться. В книге пророка Амоса очень много образов, примеров. Видно, что человек не понаслышке знаком с сельской, с дикой жизнью, жизни иудейской пустыни, где он вырос, с пастушеской жизнью. И эти образы дикой природы, пастушества, они постоянно присутствуют в книге пророка Амоса и развиваются в ней. И вот дальше следует несколько таких образов в этой главе, на которые мы обратим внимание. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Следует серия риторических вопросов. Действительно, двое не пойдут вместе, если между собой об этом не договорятся. Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Чего он будет реветь в лесу, если перед ним добычи нет? Своим рыком, ревом лев парализует добычу. Жертва, которая стоит перед львом, она теряет свою волю. Воля этого животного, этой косули или этого оленя, она парализуется львиным рыком. Если лев ревет, значит, перед ним добыча. Если Амос пророчествует, значит, его послал Господь. Об этом мы услышим дальше. Добыча Израиля. Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда ничего не поймано? Лев, взрослый лев, приносит добычу в свое логово, а его уже встречают львята. Они тоже подают свой голос, потому что голодны и хотят полакомиться. Хотят потрапезничать вместе с папой львом и мамой львом. Когда-то Палестина, святая земля Израиля, вся была покрыта густыми лесами. В этих лесах водились львы, медведи. И те, и другие упоминаются в книге пророка Амоса, в других пророческих книгах. Последние львы, как и последние медведи, видимо, были истреблены уже крестоносцами. А до этого они там водились в большом количестве. И небезопасно было бродить по лесу, можно было встретить этих зверей. Попадет ли птица в петлю на земле, когда селка нет для нее? Действительно, чтобы птицу поймать, нужен селок. Сама по себе птица в петлю, в селок не попадет. Подымается ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Когда птица попадает в петлю, тогда петля подымается с земли. И вот у птицелова в руках птица. Эти риторические вопросы, они дальше будут продолжены. Ответа не требуют. Ответ, заложен уже в самом вопросе, ответ очевиден. Конечно же, нет. Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Труба, тревога. В трубы трубят по разному поводу. Но когда сигналы тревоги подаются трубой, то народ пугается. Определенные сигналы серебряными трубами, а также шофарами, сделанными из рогов животных, они используются в том числе для поднятия боевой тревоги в городе. Если эта тревога звучит, народ встрепенется, испугается и приготовится к обороне. Бывают ли в городе бедствия, которые не Господь попустил бы? Все в руке Божьей, все, что происходит, и происходило, и будет происходить, не может происходить без божественной воли. Какие-то события в городе, в стране, в мире Господь попускает. Какие-то Он благословляет. Но и то, и другое не происходит без воли Божьей. Мы не должны думать, что сатана или злые силы имеют какую-то самостоятельную, суверенную власть в этом мире. Вся полнота власти, весь суверенитет над всей Вселенной и над каждой частичкой этой Вселенной принадлежит только Богу. И все, что происходит в мире, и происходило, и будет происходить, и с нами, и с Амосом, и с Израилем, происходит по воле Божьей. Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв тайны рабам своим пророкам. Удивительно, пророки – это рабы Господни. И у Бога есть тайны, которые Он не открывает каждому человеку. А есть особые избранники Божьи, люди Божьи, которым Господь открывает свою волю. Но для чего? Для того, чтобы они восприняли Божественное Слово и сохранили его для себя, и хранили эту тайну. А для того, чтобы открыть ее другим. Пророки, они актуализируют Божественное Слово, израильские пророки, для всего народа Израиля. Ну, а через израильский народ это слово становится актуальным для всего человечества, для всех народов. И для нас с вами тоже, дорогие друзья. И Господь эту тайну, тайну своей воли, домостроительство нашего спасения, тайну Господь открывает через пророков. Уже Авраам назван пророком. Пророком назван Моисей. Пророчицей названа сестра Моисея Мирьям. Ну, и другие, многие священные писатели, библейские писатели, или тех, о ком говорит Библия, или те, кто сами по повелению Божию составляли священные библейские тексты, они в большинстве своем были пророками. И вот Господь ничего не делает, не открыв тайны своей пророкам. Они как бы его советники. То есть не только глашатаи, которых Бог посылает провозгласить свою божественную волю, объявить свой божественный указ жителям земли или города. А это еще и советники, с которыми он советуется. Некоторые из них даже названы друзьями Божьими. Лев начал рыкать, кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать? Так звучат последние два риторических вопроса. Вот с третьего по восьмой стихи идет серия риторических вопросов. Все те вопросы, которые идут первыми, они предваряют этот главный вопрос, они его как бы оттеняют, делают более наглядным и очевидным эту истину, что когда рычит лев, образ льва используется, то человек не может не содрогнуться, не встрепенуться. Каким бы ты ни был сильным, могущественным, ты по неволе вздрогнешь. Лев начал рыкать, кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать? Этот божественный рык, уподобляемый львиному рычанию, это повеление Божие, которое Бог дал своему пророку. Иди и пророчествуй народу моему Израилю. Пророк как бы оправдывается этим риторическим вопросом. Ну, как я могу не пророчествовать, говорит он. Вспомним, что будет говорить пророк Иеремия о себе. Он сначала будет говорить, что он молод, что он не может идти. И пророчествовать этим старцам израильским. А Господь говорит ему, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе сказать, ты им скажешь. Иеремия будет говорить, я хотел бы удержать внутри себя это пророчество, но не мог. Внутри, говорит, меня был как бы огонь. Я удерживал его и не мог удержать. Пророки порой сопротивляются своему служению. Они противятся своей миссии и не хотят идти и пророчествовать. Они знают, что от тех, кому они это будут говорить, их ничего доброго не ждет. Чаще всего пророков ждали гонения, преследования и даже смерть. И вот он говорит, но ничего я поделать с собой не мог, потому что это Бог сказал. Если Бог прикажет, как может человек сопротивляться? Бог приказывает всем, кому хочет. Вот взял пастуха Амоса и послал его пророчествовать в другое государство, из Иудеи в Израиль. Без образования, без пророческого навыка, без того, чтобы получать какие-то навыки пророчествования в пророческих школах, у Бней-Невиим, у Елисея учиться пророчествовать, у учеников Елисея. Не было этого Амоса, он был простым пастухом, но, однако, Господь заставил его пророчествовать. Языческих царей может Господь заставлять исполнять свою волю. Будет сказано, например, о царе Кире, персидском царе Кире. Будет сказано, что он не просто исполняет волю Божию, он будет даже назван помазанником Божьим. Об ассирийском царе будет сказано, правда, без его наименования. «О, сур, жезл гнева моего и бич в руке его, мое негодование», книга пророка Исаии. Ассирийцы – самый грозный враг израильтян, первое в мире, можно сказать, тоталитарное государство, первое в мире сверхдержава, которая подчинила и раздавила действительно своей нагруженной снопами колесницей железной все города и все страны Ближнего Востока. И вот, однако, ассур, ассирию и царя, этой империи ассирийской, Бог будет называть своим рабом. Почему? Не потому, что он будет хорошо себя вести, а потому, что он будет исполнять волю Божью для наказания своего народа Израиля. Дальше провозглашается суд Господень после этих риторических вопросов над Израилем и его столицей Шамроном, Самарией. Говорится, «Провозгласите на кровлях в Азоте и на кровлях в земле Египетской, и скажите, соберитесь на горы Самарии и посмотрите на великое бесчинство в ней и на притеснение среди нее». Языческие народы Азот, это филистимляне, египтяне, с другой стороны, призываются Богом и его пророкам быть свидетелями против народа Израильского, чтобы они собрались на горы Самарийские и посмотрели на этот спектакль, который там творится, на этот бесчинство, на этот балаган, все, что там происходит, а самое главное, на притеснение среди нее, когда представители высшего класса, богатеи, угнетают слабых и беззащитных, когда пророк говорил, жажду, чтобы прах земной был на голове бедных, продают бедного за пару сандалий. Действительно, социальное расслоение, социальная дифференциация достигла во время царствования Иеравама II царя своей угрожающей глубины. Археологи подтверждают слова Амоса, его обличения. Раскопки, произведенные в Галилее и вообще на севере Палестины, в частности, в столице, вот в Самарии, говорят о том, что в то время, во времена Иеравама, были дома двухэтажные, богатые, инкрустированные слоновой костью. Все это найдено, и если сравнить с тем, какие в те времена были постройки в Иерусалиме, то эта разница бросается в глаза. Однотипные, одноэтажные постройки Иерусалима не идут ни в какое сравнение с этими домами богатых людей, правительственного квартала, мы бы сегодня сказали, в столице Израиля, в Шамроне. Впрочем, в других израильских городах тоже. Такое находим мы подтверждение словам Амоса в современных археологических исследованиях. «Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь, насилием и грабежом собирают сокровища в чертоге свои». Понастроили себе, будет дальше звучать, домов летних и зимних, чертоги, дворцы. И вот богатство, которое в этих дворцах, в этих чертогах хранится, нажито за счет угнетения бедных, за счет несправедливого распределения общего достояния израильского народа, земли израильской и ее даров. Земель, которые даны всем израильтянам поровну. Насилие и грабеж процветают. И вот с помощью этих насилий и грабежа богатые, власть придержащая, царский дом израильский, князья собирают сокровища в чертоге свои. Чертоги эти будут сожжены, говорит Амос, а сокровища достанутся языческим завоевателям. Посему так, говорит Господь Бог, вот неприятели, притом вокруг всей земли, он не зложит могущество твое, и ограблены будут чертоги твои. Такая ждет расплата за насилие и грабеж, с помощью которых эти чертоги были наполнены неправедным добром. «Так, говорит Господь, как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени и часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии, в углу постели и в Дамаске на ложе». Опять же, образ льва используется пророком в его книге «Ни раз». Здесь этот образ представляет собой неприятеля, врага. Этот уже образ прилагается не к Господу, а скорее к врагам израильского народа, то есть к ассирийцам, которые скоро начнут постепенно захватывать части израильской территории. И в конце концов саму Самарию захватят при преемнике Амоса пророки Осии. Израильтяне здесь уподобляются сидящими в углу от страха дрожащими на ложе своем в Самарии, в Дамаске. Дамаск упоминается, потому что во времена Иерама II Дамаск находился в подчинении у израильского царя Иерама II. Это была бассальная зависимость Дамаска от Израиля. Израиль находился на вершине своего военного политического могущества при Иераваме. И вот парадокс, что именно в это времена, во время торжества этого могущества, пророк провозглашает скорую гибель израильского царства. Когда пастух извлекает из львиной пасти часть уха животного, овечки, то зачем он это делает? Можно сказать, что овечка спасена? Нет. И лев ее сожрал, погубил. Эта часть уха дана ему для оправдания на суде. Когда его будут судить, почему-то не сохранил стадо пастух. Пастух скажет, вот часть уха, я боролся с этим львом, я сохранял, но не мог сохранить. Вот пророки, они пастыри Израиля, они как пастухи. Они вдят над этим стадом, пасут его. Это стадо Господне. И вот здесь словно пастух пророк покажет эту часть уха животного, которое исторнутое из львиной пасти, или две голени, или часть уха. Так будут спасены Израилевы. Тема остатка звучит впервые не у Исаии, а именно у Амоса. Позднее эта тема остатка будет развиваться иудейскими пророками. И если не спасется Израиль, то в будущие грозные времена, пройдут столетия, будет Израиль иметь дело, Иудея будет иметь дело уже с не менее грозным врагом, с вавилонянами. И тогда остаток действительно, остаток Иудеи, святой остаток спасется. А вот остатка Израиля не спасется. Часть уха, две голени. Израилю, Десятиколенному Северному Царству, суждено будет навсегда ассимилироваться на просторах коренной Ассирии, и его след потеряется в человеческой истории. Посему так говорит Господь, 13 стих. «Слушайте и засвидетельствуйте дому Иакова, говорит Господь Бог, Бог Саваоф. Ибо в тот день, когда я взыщу с Израиля за преступление его, взыщу и за жертвенники в Вифиле, и отсечены будут роги алтаря и падут на землю». Редкие случаи в книге пророка Амоса, где звучит обличение в идолопоклонстве. Амос – пророк социальной справедливости и претензий в нарушении закона, нарушении истинного богопочитания, в синкретизме, в идолопоклонстве, редко звучат в его книге. Эта тема громко зазвучит в книге его младшего преемника, Осии. Но, как второстепенная тема, у Амоса эта тема – тема идолопоклонства, апостасии, отступления религиозного от Бога. Она тоже звучит. Бейтель – то самое место, где царское святилище, где дом царя, где произойдет столкновение пророка с придворным царским священником Амацией. Вот здесь изрекается пророчество против этого Бейтеля. В Бейтеле стоял жертвенник. Там был один из тельцов, поставленных Иеравамом первым. Здесь говорится, что у этого жертвенника будут отсечены рога. Обычный жертвенник в Израиле, который использовался и в Иерусалиме, и в Бейтеле, и в других местах, использовались жертвенники, посвященные истинному Богу, Господу. Не имеются в виду ни в коем случае здесь языческие божества. И вот эти жертвенники, они все были кубической формы, и на их краях были такие вот выступы в виде рогов, четыре рога. Эти роги будут отсечены, то есть жертвенники будут осквернены, десакрализованы врагом. Враг, когда захватывает город, он истребляет, в том числе и жертвенники, и храмы разрушаются. И эти роги алтаря будут отсечены, падут на землю, то есть будут прекращены жертвоприношения, жертвенник будет разрушен. «И поражу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут дома с украшениями слоновой кости, и не станет многих домов, — говорит Господь». Вот дома были у богатых израильтян зимние и летние. Зимний располагался в низменности, в низине, там, где поля, сады. А летний дом располагался выше, в горах, потому что летом жарко, и люди предпочитали проводить время в прохладе, во время летнего дневного зноя. Вот нечто подобное мы можем наблюдать, например, в современном Ливане. У ливанцев, у них обычная ливанская семья обладает домом летним и зимним. Летний дом — это огромная квартира где-нибудь в Бейруте, или в его пригородах, неважно, или в том же самом Тире, или в Триполи. Огромная 200-300-метровая квартира, 200-300 квадратных метров с прислугой, а летом они все отправляются в загородный дом, который имеется почти у каждой ливанской семьи. Нетрудно себе представить, что и сегодня, наверное, пророк выступил бы с обличением такой несправедливости, такого социального неравенства, потому что бедные эфиопки, филиппинки, которые работают на плантациях у ливанцев или без конца вытирают и драют их жилища, они ютятся в бедных комнатушках, в бедных лачугах, пристроенных к этим хоромам, к этим чертогам. А еще и полтора миллиона сирийских беженцев ютятся в палатках или в чистом поле в долине Бекаа. Вот как актуально звучит пророческое слово сегодня, когда одним людям нечем прикрыть наготу, и у них нет даже крова, чтобы укрыться во время зноя или во время холода зимнего, а у других и тебе летний дом, и тебе зимний дом. И говорит Господь через своего пророка, что скоро с этим всем будет покончено, не останется у вас дома ни летнего, ни зимнего, и никаких инкрустаций слоновой кости не останется тоже. Это говорит не пророк, это говорит Господь. Последние слова третьей главы говорит Господь. Пророки изрекают не свое слово, они провозглашают слово божественное, а не глашатай божественного слова, глашатай Господний. Сегодня мы с вами прочитали третью главу книги пророка Амоса. Запись делается для библейского портала экзегет.ру.